Легенда клубного баскетбола Рамунос Шишкаускас. Великий литовец. Рамунос, привет. Здравствуйте. Победа ЦСКА в 2008 году и Рамунос был тогда одним из главных героев той команды, главным мотором и не только стал чемпионом, но еще и стал MVP тогда. Как ты помнишь, Рамунос, тот матч, ту победу? Ой, все победные матчи остаются в голове. И хотя прошло немало времени, но я очень хорошо помню и матч, и весь сезон, который был очень хороший для меня и для команды, конечно. С такой командой был бы грех не выиграть. Рамунос, поддерживаете отношения с кем-нибудь из ЦСКА? Иногда и по телефону общались, и я, когда иногда приезжаю в Москву, встречаемся с Виктором Кряпой. Как-то, ну, хорошие отношения были, и жены в хороших отношениях. Рамунос, а самый лучший друг в баскетболе кто? Мяч. Было шикарное выездное турне у ЦСКА против сразу трех команд НБА. В одной из этих игр была одержана историческая победа. Первый раз, дамы и господа, армейский, то есть европейский клуб, выиграл у команды НБА при США. Каждый раз, когда играешь против команды НБА, да, но она становится, само собой, такая незабываемая, да, потому что, ну, все равно это самая хорошая и лучшая лига в мире. Даже, если даже не говоря про победу, играть против них – это уже что-то, потому что, ну, все хочет, наверное, посмотреть на себя, как он выглядит, играя против команды НБА. Сам этот турне, такое, да, по Америке, она очень, ну, для всех запоминающая была, и все были довольны. За какой клуб НБА вы бы хотели сыграть? Когда я был, скажем, сколько мне было, наверное, 14-15 лет, когда только начали здесь в Европе показывать, там, не знаю, НБА начались. Самая любимая команда была Чикаго с Джорданом, я смотрел все время все эти финалы бывшие, никогда не выигрывали. И, ну, вот у меня, не знаю, так остались такие, наверное, сентименты к этой команде, я бы хотел за нее сыграть. Тебя называли одно время даже Литовский Пиппин. Ты знал о своем таком прозвище и что оно связано с Чикаго Булз? Услышал тоже, не сразу, не знаю, после какого-то времени. Да, как Балтийский Пиппин, да, прозвище было, но не знаю, кто это придумал и почему, но мне вообще-то приятно было, если так сравнивать. Ты играл против обоих, Леброна и Дюранта, имеется в виду из таких великих игроков, которые сейчас даже наводят шорох в НБА. Против кого из них было сложнее играть? Они, может быть, и похожи, но и разные. Дюрант повыше, да, и он с лучшим броском, защищаться рядом с ним, просто быть и не дать возможность выбросить. Да, Леброн тоже попасть может, но он, я бы сказал, лучший атлет, лучше. Он в проходе, он сильный. Конечно, тяжело и против Леброна, и против Дюранта. Это, без слов, тяжело играть, конечно. Играешь, как получается, как можешь. И, я думаю, совсем неплохо тогда было. В каком возрасте ты забил свой первый танк? Это было, по-моему, то ли в девятом классе или десятом, не помню. Мы играли класс против класса, играли в школе. На игре забил как раз, еще кольцо сломал. Это было не очень хорошо. У тебя четверо детей, и самый младший сын в декабре появился на свет. Это просто прекрасно. Как тяжело воспитывать четырех мальчишек? Они хорошие у нас ребята, с ними как-то проблем таких нету. У больших это такие нормальные, как бы, как у всех детей, наверное, игры. Есть какие-то капризы, еще что-то. Но все хорошо. Как бы, ну, если бы мы не хотели, у нас бы не было четырех детей. Рамона, спасибо тебе большое. Надеемся, что все будет хорошо у тебя, у твоей семьи. Оставайтесь дома и надеемся, что все увидимся. Спасибо и вам. Удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!